МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Мадина Мустафаева и коротко о главном. Кто забудет свой солдат, у этого рода будущего нет. В холодной ночи в палатке требования встречи с главой. Ветераны боевых действий Афганистана объявили бессрочную голодовку. При дислокации Каспийской флотилии в Дагестане, республика только в плюсе, замминистра обороны России лично проверил ход строительства работы. Около 30 дагестанских ветеранов Афганской войны начали бессрочную голодовку в Махачкале, напомнив, что много лет ожидают от государства жилье. Главные требования голодающих встречи с главой республики Владимиром Васильевым. Воины-интернационалисты уверены, что без вмешательства на таком уровне их проблемы никто не выслушает и не решит. Ситуация разбиралась Луиза Раджабова. Они выжили в горах Афгана под огнем и постоянными обстрелами. Они выполнили свой интернациональный долг перед Родиной и вернулись. Но к мирной жизни, вернее, к равнодушию чиновников, так и не смогли привыкнуть. Говорят, на войне все было проще. Вот он, противник, есть боевая задача, вперед в атаку. Но сейчас совсем другое. Голодовка в афганском парке объявлена бессрочно. Ветерана требуют выдачи им обещанного 30 лет назад жилья, а также встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым. Сегодня, как 20 лет тому назад, на войне афганцы разбили палатку, где спят на холодном полу. Отличие одно – вид из палаточного окна не на горы, откуда ждали обстрелов душманов, а в один из центральных парков города. Вот мы уже третий день здесь. Вот так вот наши братья боевые, товарищи афганцы, мы здесь объявили палатку. Вот так мы и здесь заселились. К сожалению, очень холодно бывает по ночам. Земля сырая. Земля сырая. Сегодня отвозили, было плохо, и отвозили. Скорую вызывали, и отвозили в больницу. Делали уколы, делали кардиограмму сердца. Ну, в принципе, вот, почувствуем себя, как на войне. Вот мы за эту родину действительно воевали, но, к сожалению, эта родина до сих пор уже 40 лет. Мы не получили то обещанное жилье Конституции Российской Федерации. Это на шаг вынуждение, потому что у нас больше выходов не было. За течение этих 40 лет, в общем, никакого внимания на бывших ветеранов Афганистана, то есть правительство, не оказывают в данное время. Существующие нынешние ветеранские организации плохо работают. Кто забудет своего солдата, у этого родины будущего нет. До сих пор многим участникам афганской войны приходится скитаться по съемным квартирам и доказывать чиновникам, что они нуждаются в собственном жилье. Многие вынуждены отстаивать свои права на жилплощадь в суде. И не всегда успешно. Ответ один – ждите своей очереди. Очереди, которая движется не то что годами, десятилетиями. В такой ситуации оказался и Селимов Селим, ветеран боевых действий в Афганистане. В Афганистан попал 19-летним мальчишкой, служил в артиллерийском полку наводчиком. Сегодня он вынужден ютиться в крохотной комнатке, где проживает семья из 12 человек. Хотя по закону имеет право на квартиру. Виной всему – потеря списка очереди. Ни один афганец в Дербенском районе на сегодняшний день, уже 37 лет прошло, ничего не получил. Ни один. Один всего получил, один. И то через суд. Вот. Это в Дербенском районе. Такая же ситуация во всех районах Дагестана. Не в городах, а в районах. Все районы Кавкан, все районы Афганцы, в районах, которые живут в Дагестане, они все бедствуют. Ни один в районе, ни один никто не получил. Только в городе. Поэтому я здесь. Поэтому я здесь. Вот. И в восьмом году, когда была голодовка, в восьмом году, это не последний, это не одна голодовка. Это уже черт знает сколько голодовка. В восьмом году, когда была голодовка, и в 2009 году глава районной администрации признал факт утери документов, 93 афганца одним постановлением ставят на учет, на очередь. А до этого ни один афганцин, хотя очередность была, документы были в администрации, и говорят, что документы утеряны. Что делать, не знаем. Идите в суд и доказывайте, что хотите делать. Цель нашей, то, что мы здесь сегодня вот так собрались, вчера, сегодня, это цель добиться встречи с главой республики Владимиром Василием. Мы хотим ему из наших уст, чтобы он услышал нашу проблему, выслушал нас по-отечески и справедливо решил принимать решение по нашим проблемам. У нас не только жилищные проблемы, есть и санаторно-курентное лечение, медицинское обслуживание. И прежде всего, это проблема законодательства. Мы вот эти вопросы хотим обсудить с главой республики. И надеемся завтра, позже-завтра, на встречу с ним, для того, чтобы эти вопросы решить. Проблемы с получением сертификатов на бесплатное жилье у афганцев начались после 2004 года, когда в федеральный закон были внесены поправки, по которым всех ветеранов, которые воевали вместе, разделили на две категории. На тех, кто встал в очередь на получение жилья до 2005 года, и на тех, кто после. Первых жильем более или менее обеспечили, а вторым стали говорить – ждите, пока денег нет. Дагестанские ветераны теперь слышат эти слова часто. Такими темпами многие из них до улучшения жилищных условий могут просто не дожить. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. По уточненным данным, два человека погибли, еще восемь пострадали в результате крупной аварии в Кайкенском районе. Напомним, ночь на пятницу на федеральной дороге Кавказ столкнулись три автомобиля. По предварительным данным водитель Hyundai Solaris выехал на полосы встречного движения, что и стало причиной трагедии. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. 20 детских садов построят Министерство обороны России в Дагестане. Работы идут в рамках национального проекта образования. Эти и другие объекты строительства, которые ведутся в республике, главным военным ведомством страны накануне осмотрели. Замминистра обороны Тимур Иванов и премьер-министр Артем Сдунов. Побывав на месте будущего жилого комплекса в Махачкале, Иванов убедился, что строительство идет в срок и даже опережает график. В этом году будет сдано более 500 квартир социального типа, готовых к проживанию семей военнослужащих. Помимо этого, в Каспийске развернуто масштабное строительство гидротехнических сооружений и причалов. Специалисты отмечают, что перебазирование Каспийской флотилии в Дагестан в первую очередь связано с желанием повысить мобильность основных сил флотилии. Что касается республики, передислокация будет иметь для нее стратегические значения социально-экономического развития. В Дагестане появится также новая инфраструктура и, соответственно, дополнительные рабочие места. Более 165 миллионов рублей взыскали из должников сотрудники Дагестанской энергосбитовой компании. С начала года на неплательщиков было подано более 8 тысяч исковых заявлений. Многие из них еще не на стадии судебного разбирательства. В энергосбитовой компании отмечают, что работа по должникам будет только усилена. Энергетики также призывают потребителей не доводить дело до суда и оплачивать счета за потребленный энергоресурс в установленные законом сроки. Далее короткий обзор новостей моего коллеги Хамзе Нурмагомедовым. А затем продолжим. Не переключайтесь. Осужденные колонии общего режима номер 7 в поселке Тюбе подняли бунт. На место происшествия оперативно выехали представители руководства ФСИН Дагестана. Обстановку удалось регулировать без применения физической силы и специальных средств, сообщает пресс-служба ведомства. В настоящее время колония функционирует в штатном режиме. Что именно стало причиной недовольства заключенных, пока неизвестно. Шесть автошкол Дагестана лишились лицензии после проверок Министерства образования и науки региона. Кроме того, возбуждено более 30 дел об административном правонарушении. Необходимость проведения рейда связана с растущим количеством автопроисшествий на дорогах республики. В Махачхале после группового избиения скончался житель Дербента. Если нет, произошел на улице Каркмасова. Правоохранительные органы объявили в розыск причастных к преступлению. В столицу Дагестана поступило 16 тысяч учебников. Книги были приобретены Министерством образования и науки республики. Отмечается, что поступившая книжная продукция позволит на 100% обеспечить школьников учебной литературой. Это все новости к этому часу. С вами была Мадина Мустафаева. Спасибо за внимание и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!